Какой могла бы быть Россия, если бы решила стать европейской страной? Возможный ответ на этот вопрос дают страны Балтии, в том числе Литва. Я уже больше года живу в Вильнюсе и сегодня хочу рассказать о том, что это за город, как живет эта страна, что здесь необычного, интересного, странного, в чем жизнь здесь похожа на Россию, а в чем на Европу. Мы сегодня посмотрим на разные места Вильнюса, поговорим с простыми и непростыми литовцами, узнаем, как здесь относятся к русскому языку, есть ли здесь та русофобия, которую пугают кремлевские СМИ. А еще у нас есть план попробовать три традиционных литовских блюда, некоторые из них довольно странные. Мы сейчас находимся в одном из самых популярных туристических мест Вильнюса, и вот примерно как-то так Вильнюс обычно выглядит на открытках. Но для начала давайте перенесемся в место в Вильнюсе, которое видели далеко не все туристы. В Вильнюсе хороший общественный транспорт, но нам сегодня надо много где проехаться, поэтому будем пользоваться каршерингом. Здесь несколько каршеринговых компаний. Я лично предпочитаю Spark, потому что у них электроавтомобили. Это кайфово, я никогда до Литвы не ездил на электроавтомобилях, и здесь прям полюбил этот вид транспорта. Вот такая вот голубая крошка обходится в день в 14 евро плюс километраж. В общем-то получается дешевле такси и принимают российские права. Так что начинаем аренду и поехали! Мы приехали в Лоздинай. Это микрорайон в Вильнюсе, который построен полностью в советское время. Строили его литовские архитекторы, но в рамках советских градостроительных практик. И он в целом напоминает любой спальный район советской эпохи в любом российском городе. Такие же панельки, похожие дома. Вот все выглядит примерно так же. Потом присматриваешься и начинаешь замечать отличия. Во-первых, необычно чисто. Во-вторых, инфраструктура, конечно, побогаче. Ну, например, сделаны велодорожки. В-третьих, сделан раздельный сбор мусора в каждом дворе. Вот эта вот школа, Лоздинайская школа, кстати говоря, здесь снимали фильм «Электроник», «Приключение электроника», потому что в советское время это была самая передовая школа в Советском Союзе, построенная по экспериментальному проекту. Потом таких школ уже стало больше. Но вот вы видите, что сегодня она жива, отремонтирована, хорошо выглядит и прекрасно выполняет свои функции. Ну и самое главное отличие, которое я понял, побродив по этому району заключается в том, что в России такие районы в 90-е и в 2000-е были сильно изуродованы точечной застройкой. То есть советские архитекторы, когда планировали такой район, они придумывали, они рассчитывали баланс. Они понимали, сколько будет домов, сколько нужно школ, садиков, магазинов, как будут проходить транспортные потоки между этими домами. И все это, в общем-то, неплохо работало. Когда в постсоветское время в России в каждом таком районе понатыкали по 10-20 этажек, конечно, весь этот баланс сломался. И район сломался, он перестал функционировать так, как было задумано. А здесь, в Вильнюсе, этот район выглядит примерно так же, как его придумывали в советское время. И он продолжает неплохо работать. И получается, что Литва, отринув советское политическое наследие, при этом советское градостроительное наследие сохранило и отнеслась к нему даже более бережно, чем в России. Жарко сегодня в Вильнюсе. Я родом из Екатеринбурга, прожил там большую часть жизни. И в Екатеринбурге, до этого в Свердловске, около 30 лет стояла недостроенная советская телебашня. Несколько лет назад ее взорвали. Так вот, в Вильнюсе есть старшая сестра-близнец этой телебашни. Они построены по совершенно идентичному проекту, только здесь она достроена и до сих пор функционирует. Вильнюс не очень большой город. Москвичи, которые сюда приезжают, вообще считают его маленьким. По переписи здесь где-то 600 тысяч населения. Ну, скорее всего, с фигурдами больше, ближе к миллиону. Но он большой по площади. Тут много разнообразных районов и очень зеленый. 70 процентов площади Вильнюса занято зелеными насаждениями. Парки, лесопарки и всего этого здесь с достатком. Здесь есть еще дополнительная экскурсия. Можно прям по краю башни вот там походить за оградой со страховкой. Но мы не будем рисковать сегодня. Если честно, просто нет времени. Наверху башни есть ресторан. Мы зашли перекусить. И я сначала не понял, в чем дело. А оказалось, что ресторан вращается, медленно поворачивается вокруг оси башни. Я первый раз во вращающемся ресторане. Что мне нравится в Литве, здесь много где есть безалкогольное пиво. Довольно большой выбор. Я не пью алкоголь, а пиво люблю. Поэтому очень рад, что есть такая опция. Но вообще это место связано с трагедией современной Литвы. Именно здесь, возле вильнюсского телецентра, в январе 91 года развернулись столкновения граждан Литвы, требующих независимости республики и советских войск. Погибли 13 человек. Вот мы находимся возле мемориала памяти этих жертв. Около 900 были ранены. И советским войскам удалось взять телецентр под контроль. Но победить протестующих в Литве они не смогли, потому что на штурм здания парламента в центре Вильнюса советские войска идти не решились. Литовцам удалось отстоять свою независимость, хотя до августа 91 года Советский Союз пытался восстановить контроль над республикой. Но для объективности надо добавить, что во время этих событий в Москве собрался огромный стихийный митинг, на котором люди требовали дать Литве независимость. Так что пока советское государство пыталось вернуть Литву под свой контроль, жители России поддержали литовцев. Вот это здание бывшего КГБ Литвы. Сейчас здесь музей оккупации и сопротивления. Советский контроль над Литвой устанавливался дважды. Первый раз в начале Второй мировой войны, 39-40 год, когда по пакту Молотова-Риббентропа советские войска фактически оккупировали Литву. Потом нацисты напали на Советский Союз, Литву заняли немецкие войска и начался период нацистской оккупации Литвы. Здесь были одни из самых страшных во всей Европе эпизоды Холокоста, но это отдельная история. Потом снова пришли советские войска и в интерпретации советских людей, советских учебников истории, российских учебников истории это было освобождение Литвы от нацистской оккупации, а литовцы считают, что это было начало другой оккупации, советской. Здесь на стене имена литовцев, которые были расстреляны прямо в этом здании во время советской оккупации Литвы. В основном это послевоенный период и многие из них были так называемыми лесными братьями, партизаны, которые боролись против советской оккупации Литвы. Но меня больше впечатлила вот эта надпись на полу на трех языках, включая на русском. Здесь говорится, что в этом месте в 1953 году погиб один из партизан, который выбросился во время допроса из окна третьего этажа. Всего во время советской оккупации было репрессировано примерно 350 тысяч литовцев. Из них больше 130 тысяч были депортированы, сосланы в основном в Сибирь. И около 50 тысяч человек в этой ссылке умерли, не вернулись из нее. Для небольшой Литвы это огромные цифры и репрессии сконцентрировались в сравнительно небольшом промежутке времени с 44 по 53 год. Когда в 40-м году нас в Сибирь везли, я имела два гоника. Меня вот так отец повез, вот так как стоит и вагон. Вас вывезли в Сибирь два года? Два года. Первые эти кошельки. Так потом можно было там жить после войны, а так тут фронт идет, а мы тут пятком вагон набитый и два месяца мы сидели в вагоне. И не два годика было. И я с отцом приехала в Сибирь. Поезд, обливший трупами уже и этими, без ноги с фронта, которая толпа народу там не дождалась неделю, поезд только шел. И мы с мамой были первые в 46-м году, после войны, первые сюда. А тут тоже большевики и без документов, без ничего мы тут прожили. Так такую школу прошли, что мы навеки знаем куда, с закрытыми глазами куда идти. Куда? На запад. А сейчас мы на границе опять стоим, война тут идет. То, что нам делать, я не знаю. А не знаю, надоело мне все, мне все хватит и я всем довольна, как бы не так и будет хорошо. Вот это одно из самых страшных мест в этой тюрьме и в этом музее. Это карцер, где на полу было примерно полуметра холодной воды. И здесь людей могли держать несколько дней. Вот здесь, в прогулочном дворике внутренней тюрьмы литовского КГБ, сохранились даже дореволюционные канализационные люки. По-русски написано «Техническая контора А.А. Гудкова», «Санкт-Петербург», «Септик-тэнк» и «Септические автоматические выгреба». А смертные переговоры, в том числе, приводились в исполнение прямо здесь, в подвале тюрьмы в центре Вильнюса. И в музее сохранили вот эту расстрельную комнату. Здесь сохранились следы от пуль. В 2004 году Литва, как и Латвия и Эстония, окончательно сделала выбор в пользу Запада, вступила в НАТО и Европейский Союз. Сегодня это парламентская республика с элементами президентской и реально работающими демократическими институтами. Вот это вот президентский дворец, резиденция президента Литовской республики. А во времена Российской империи это был генерал-губернаторский дворец. Здесь останавливались многие российские императоры, здесь жили Наполеон и Кутузов. Ну, конечно, не вместе. Президент в Литве фигура уважаемая, но далеко не всесильная. Парламент может с ним не согласиться и проголосовать по-своему. Так нередко бывает. А во двор президентского дворца по выходным может зайти любой желающий. Здесь общественная зона. И на весь президентский дворец один охранник. Главное литовское национальное блюдо это шалтиборщай. Холодный свекольный суп. Похож на наш холодник или свекольник. Он есть в меню почти любого литовского ресторана. Литовцы его просто обожают. С этого года в Вильнюсе проходит еще и ежегодный фестиваль шалтиборщая. Я не очень люблю свеклу и холодные супы, но все-таки попробую. Ну, вообще вкусно. Немного похоже на нашу окрошку. Вот там на холме главный исторический символ Вильнюса. Башня замка Гидеминоса. Это часть замка, который стоял на горе в 15 веке и был построен при князе Витовте. В 17 веке во время войны русского царства с Речью Посполитой в замке 16 месяцев держал осаду русский гарнизон под командованием князя Даниила Мышецкого. Но в итоге все же сдался. За свою историю Вильнюс много раз переходил из рук в руки. И каждый новый хозяин города стремился установить на этой башне свой флаг. В 20 веке здесь развивались литовский, польский, советский флаги. Во время немецкой оккупации, наверное, был нацистский флаг, но не уверен, не нашел фотографий. И с 1988 года по сей день здесь постоянно литовский флаг. Сегодня на улицах Вильнюса много еще и украинских флагов. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Литва приняла более 75 тысяч украинских беженцев. И государство, и общество здесь очень активно поддерживают Украину. Эта поддержка видна буквально на улицах. Литва, которая хорошо помнит советскую оккупацию, сегодня один из главных противников России на международной арене. На здании Вильнюсского муниципалитета в центре города висит огромная растяжка. Путин, Гага, ждет тебя. Давайте поговорим с простыми литовцами на улицах и узнаем, что они думают про международную обстановку. Литва, наверное, один из главных сейчас, одна из стран, которая больше всего поддерживает Украину. И насколько вы, как гражданин Литвы, тоже это поддерживаете согласно с этим курсом? Поддерживаю все возможности. И молюсь, и собираю денежные подарки. Потому что очень много есть, которые собирают и по телевизору, и по переводам, и все остальное. Так, как возможно. Но я как врач работаю, и ко мне приходят украинцы, которым нужна помощь. И я работаю в приватной клинике, но, конечно, обеспечиваю без... Не надо платить ко мне, когда приходят. Бесплатно? Бесплатно все это делают. Так как все возможности и переживаем, и сердце тоже с Украиной у нас. Как вы думаете, ну, ваши личные ощущения, когда закончится война, чем она закончится? Конечно, хотим, чтобы закончилась победа Украины. Это без слов, потому что мы знаем. И очень жаль людей, которые погибают там. Просто слезы текут. Извините, что я со всем сердцем поддерживаю все это. И молюсь, чтобы все кончилось так, как... Очень жаль. Скажите, как-то вы себе представляете, как Литва может дальше сосуществовать с Россией? В России Литва не будет существовать. Нет, сосуществовать рядом, я имею в виду. Ну, невозможно представить, что Литва была в России или Россия руководила нам. Это невозможно просто представить. А вы жили здесь в советское время? Конечно, жила. Как, если сравнивать жизнь тогда и сейчас лучше, стало хуже? Мы жили так, по возможности, конечно, все и молились, и делали то, что в нашей душе. А 91-й год помните, когда... Ну, конечно, стояли и переживали. И наши дети маленькие еще были, и с детьми стояли, пели. И все это мы пережили. То есть вы в Вильнюсе выходили на акции? Да, в Вильнюсе выходила. И мой муж тоже охранял там башню, когда там танки шли. И я работала прием на покое, когда везли. Я помогала тем, которые были ранены около башни. И помню эту... Была под утром... Я даже регистрировала, кто принимала. Мы там спрятали, которые были ранены. И под утром услышали, что передает, что придет вот это русский. И они будут забирать те, которые у нас положили, у нас в больницу. То все убежали спрятать больных, чтобы не дать их. Я осталась одним, приемным. И список у нас был, кто у нас был глав. Я взяла список, положила себе сюда. И думаю, если зайдет этот русский, я проглочу этот список. Чтобы они знали, какие ранены у нас поступили. Украина в обстраке. Мы должны поддерживать их. Я имею в виду, что нет другого ответа. Для никакого причины этот странный государственный 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 сейчас в обстраке. Это наш дуга, как демократия, поддерживать их. Я, конечно, очень рад, что моего государства, моего государства, вообще, адхируется к этому дуги. Как вы думаете, что этот войска может закончиться? Ну, это, конечно, будет закончиться в Хаге. И мы знаем, кто будет сидеть в Требуне. Но это большая шесть, потому что я думаю, что в Востоке имеет самый большой влияние здесь. Вы знаете, Востоке, Германия, Франция, все эти люди. И я думаю, что это их поддержка, которая может, возможно, закончить войну быстрее. Я думаю, лично, что санкции не менее достаточно. Я думаю, что полный эмбарго должен быть устроен, и Россия должен просто быть экономически устроена. Потому что сейчас это наиболее спокойное, я думаю. И я думаю, что это наиболее эффективное. Потому что русские граждане... Я думаю, что большинство хочет войны. Я думаю, что никто не хочет войны. Просто это произошло, потому что определенные индивидуалы. И я думаю, что они просто должны быть уничтожены с общим врагом. И врагом это не украинские люди. Украинские не имеют интересы в атаке русских. И, по-моему, никто не имеет интересы в атаке русских. Ничего, что вы получите от такого атака. Я думаю, что вы можете представить какие-то спокойные отношения между Литвами и Россией после Путина, может быть? Почему нет? Они наши граждане. В конце концов мы должны быть приятными. Я надеюсь, что конкретный цель этого всего является, что вся страна живет в спокойствии с другими. Но мы не живем в спокойствии, которую Россия диктует нам. Потому что они уничтожают с нами все время. Бои это на нашем энергетическом рынке или исключительно уничтожают нашу собственность. Это неизбежно. Мы не можем иметь это. Поэтому, когда они остановят это... Я не понимаю, почему Россия действительно хочет уничтожить другие страны. Они уничтожены на Земле. Они уничтожены на Земле. Они уничтожены на Земле. Они просто должны развивать их. Они будут в небе на Земле. Если они понимают это, то мы, наверное, можем быть друзья. Литва выступает против Путина и Лукашенко, но при этом открыла свои двери для представителей российской и белорусской оппозиции. Сюда приезжают политактивисты, политики, журналисты. Вообще все, кого преследуют или могут преследовать по политическим мотивам. Для русской оппозиции традиция селиться в Литве берет свое начало еще со времен князя Курбского, который уехал из Московской Руси в Великое княжество Литовское и оттуда вел свою знаменитую переписку с Иваном Грозным. После 2020 года в Вильнюс приехало множество белорусов, которые участвовали в акциях протеста. А после 2022 года стали приезжать российские антивоенные журналисты, политики, активисты и я среди них. Мы приехали в Ужупис. Это маленький район в историческом центре Вильнюса, где любят селиться представители творческих профессий. Некоторое время назад Ужупис наполовину в шутку, наполовину всерьез объявил себя отдельной республикой и даже принял свою конституцию. Она вот здесь вот на стене вывешена на разных языках. Там есть пункты вроде «каждый имеет право лениться и ничего не сделать» или «каждый имеет право опекать кошку». А еще в Ужуписи много уютных двориков, разных магазинчиков и кафе. Я предлагаю пойти и поискать здесь еще одно важное блюдо литовской кухни – цепелины. Итак, это цепелины – одно из главных блюд литовской кухни. Я попробую описать своими словами, с чего они сделаны. В общем, это такие типа картофельные зразы, что ли, из картофельного теста, очень плотного, а внутри мяса, как правило, свинина. Наверное, для меня тяжеловато, но блюдо важное, надо попробовать. Не мое. Я тот человек, о котором Пушкин сказал, и к ним не зарастет народная тропа, я воздвиг памятник крутотворный. Ну, к вам пока не заросла. Мы пришли. А вы давно в Вильнюсе живете? Всю жизнь. Родились здесь? Да. Да? А вы, если не секрет, кто по происхождению литовец, русский? Тутэши. А это что значит? Ну, есть такая нация, местная называется. Есть такой анекдот. Ну-ка. И когда были русские, предсоветские власти, все объявляли по-русски. Так. Когда пришли литовцы, все объявляют в ролике по-литовскому. А мы местные, знаем все, где и так находятся, нам объявлять не надо. А все-таки что это за... Поляки. Поляки. То есть вы поляк? Да. Литовский поляк, можно так сказать. Местный поляк. Местный поляк. Все понятно. И у вас язык немножко отличается, да, от польского мне говорили? Да. Асценты. Перемешано с белорусским, с русским. Воздействие. А вы сказали, что вы хастлер. Да. Это что значит? Переведите с английского. Я уже сказал, это белый негр, который играет похожими в шахтах. А что сейчас думаете, кстати, про войну в Украине? Бессмысленно. Бессмысленно со стороны России? Да. Да. О чем закончится, как шахматист, скажите? Снимут Путина. Кто снимет? Кто же его снимет? Навальный. Думаете? Серьезно? Да, но для этого нужен переворот. Ну и что думаете, есть шанс? Если 15 лет посадили Навального, шансов нет. Ну вот скажите, как шахматист, какие сейчас ходы есть у российской оппозиции, чтобы что-то сделать с Путиным? Как перевести своих? В Россию? Нет, так как Бондаренко говорит. А как что он говорит? Вы Бондаренко смотрите, да? Зачем? Просто иногда. А кого смотрите, расскажите? Я играю в шахматы. Зачем? Надеюсь, рисовать не плють. Ладно, все. Вы победили. Спасибо. Пожалуйста. Вы великий. Не стоит думать, что Вильнюс это только старый город или советская застройка. Здесь полно современных комфортабельных районов, которые сделаны по последнему слову урбанистики. Мы сейчас находимся в одном из них, называется Паупис. Вообще, в последнее время в Литве открылось множество офисов международных компаний, в первую очередь айтишных. Сегодня Литва – это самая богатая из балтийских стран по ВВП на душу населения, одна из самых быстро растущих экономик Европы. Выйдя из Советского Союза, Литва провела необходимые рыночные реформы и, в отличие от России, не стала сворачивать с этого пути. Результат налицо. Без всяких нефти и газа сегодня по ВВП на душу населения Литва почти в полтора раза обгоняет Россию. При этом не сказать, что рынок Литвы как-то захвачен западными компаниями. Нет, здесь много своих сильных развитых брендов. Например, сеть супермаркетов «Максима» или, вот скажем, сеть кофеин «Кофеин», которую я очень люблю. Старбакса в странах Балтии нет, но он и не нужен, потому что свои кофейни отлично справляются. Один из самых удобных видов транспорта в Вильнюсе – это, конечно, электросамокаты. Тем более, здесь много велодорожек, ездить на них удобно. И понятно, что в России электросамокатами уже ни у кого не удивишь, но тут важны два момента. Во-первых, в Вильнюсе в последнее время стали ограничивать их движение. Например, в центре города серьезно ограничена скорость, а в некоторых районах, на некоторых улицах вообще нельзя ездить на электросамокатах. Они там просто блокируются. Во-вторых, компания, которая дает эти самокаты в аренду, называется «Болт». И это пример компании из стран Балтии, которая очень распространилась по всей Европе. Самокаты, такси, каршеринг «Болт» сегодня есть помимо стран Балтии в Германии, в Португалии, даже в Грузии есть. Вот тоже один из балтийских бизнесов. Что насчет ЛГБТ-повестки, на которые любит делать упор российская пропаганда? Ну, на самом деле, Литва по европейским меркам страна довольно консервативная. Здесь, например, до сих пор не легализованы гей-браки, хотя закон об этом уже несколько лет на рассмотрении литовского парламента. В центре Вильнюса есть пешеходный переход, раскрашенный в радужные цвета. Это вот такой символ борьбы, ЛГБТ-движения за свои права. С переходом постоянно что-нибудь случается, что довольно симпатоматично. То его вандалы краской закрасят, то на нем свастики нарисуют. А против него даже полиция выступала, сказала, что он не по стандарту, поэтому нужно переделать в обычную зебру. Но суд с этим не согласился. Вот что значит разделение властей. Раз в год в Вильнюсе проходит Pride, тот самый гей-парад, которым пугают россиян Дмитрий Киселев и Владимир Соловьев. Я в этом году сходил, посмотрел, как это выглядит. В общем, классно. Похоже на большую веселую вечеринку. Люди приходят, в том числе, с семьями, с детьми. В этом году на гей-параде был мэр Вильнюса. И полиция все это дело охраняет, в том числе предотвращает возможные стычки с несколькими консервативными активистами, которые приходят протестовать против ЛГБТ-прайда. Несмотря на европейский выбор, несмотря на демократические ценности, несмотря на ЛГБТ-прайды, Литва остается довольно консервативным государством и довольно консервативным обществом. Сегодня, когда мы снимаем это видео, в Литве празднуют Джолинес. Это одновременно и религиозный, католический праздник, и народный праздник, и государственный сегодня выходной. И в храмах идут службы, освещают первый осенний урожай. А в двух словах можете объяснить про суть праздника Джолинес? Не знаю, смогу я перевести на русский. Это «Мари поднятие в небо». Но это не совсем правильно. Вознесение? Да, вознесение в небо. Я очень мало грамотная в этом смысле. Потому что я кончила все учебы в советские времена, когда вера была табу. Это все мы делали не то что в тайне. Можно сказать, что даже в тайне. Литва – это такой важный и интересный пример, на самом деле, для людей в России, которые настроены демократически и проевропейски. Они смотрят на страны Балтии и думают о том, что если бы Россия тоже сделала европейский выбор и пошла бы по пути демократии, реформ. Вот вам, как человеку, который имеет опыт жизни в Литве советской и в Литве постсоветской и в Литве европейской, сравнивая эти периоды, насколько хорошим вы считаете этот европейский выбор, который сделала Литва? Потому что мы свободны. Если у нас есть возможность, мы можем идти официально в костел, мы едем за границу, мы осматриваем, как в демократическом мире живут люди. Конечно, не все в Литве и Вильнюсе идеально и хорошо. Есть районы, вот мы, например, находимся где-то в районе местного автовокзала, где находиться не очень приятно. Не такие они пряничные или не такие хорошо благоустроенные, особенно по вечерам здесь бывает так немножко даже жутковато. Если говорить с литовцами, особенно со старшим поколением, можно услышать претензии по поводу жизни в Литве. Я в последнее время даже записывал себе в телефон некоторые такие жалобы и вот вам зачитаю. Ну, например, средняя зарплата сейчас в Литве 1900 евро. Это много, особенно по российским меркам, но при этом это в два раза ниже, чем в Швеции и Бельгии. А цены в Литве растут довольно быстро, уже догоняют шведские. Вот как раз тоже такая частая жалоба, то что инфляция самая высокая в странах Балтии в прошлом году 12%. Цены очень быстро росли. Население с 1991 года неуклонно сокращается. Было 3,8 миллиона человек, 3,7. Стало 2,8 миллиона человек и в основном уезжает молодежь, уезжает трудоспособное население в более развитые, более богатые страны Евросоюза. Правда, в 2022 году эта тенденция остановилась, население перестало сокращаться, потому что приехало много беженцев из Украины и много мигрантов из России и Беларуси. Может быть, тенденция и развернется. Ну и, наконец, если не знали, Литва одна из самых пьющих стран Европы. По потреблению чистого спирта на душу населения Литва в какие-то годы даже опережала Россию. Правда, в последнее время литовцы все-таки стали пить меньше. Когда я смотрю, почему нам как бы удалось сделать реформы, а вот там в других странах как бы мы все были на каких-то равных условиях начальных, а у других это не получилось, У меня ответ очень простой. Нам повезло, что из-за исторических, скажем так, обстоятельств, из-за того, что Запад не признавал нашу оккупацию, Запад в головном вере. И вот наша интеграция, как в Европейский Союз, так и в НАТО, создала для нас возможность и условия реформироваться. Говорить, что там, знаете, ну вот мы тут, литовцы, балтийские страны, мы тут были как бы, не знаю, более воспитанные в какие-то там западные идеологии или чувства. Ничего подобного. Ностальгия к прошлому. Вот самый главный, самый главный враг в молодой демократии, враг этой демократии, это ностальгия к прошлому, которая неизбежна. Люди во время революции всегда надеются, что чудеса придут завтра, чудеса не приходят натурально, и появляется ностальгия к прошлому. Вот тогда мы жили лучше, и тогда начинается эрозия демократии. Так вот, нам удалось этого избежать из-за того, что мы получили вот интеграцию, направление интеграции в Европейский Союз. А России, Беларуси, Украине в одном или другом смысле не повезло. Насчет самой демократии, ну, во-первых, я вижу исторический процесс. Вот если посмотреть с 90-х годов, что происходит вот в этом пространстве, которого можно назвать там бывший Советский Союз. С одной стороны, мы видим процесс, продолжающийся процесс, ну, как бы коллапса или развала вот этой последней империи на европейском континенте, российской империи. И это, опять же, исторический, как сказать, натуральный процесс. Он нелегкий. И ностальгия к прошлому, ностальгия к величию империи. Опять же, очень, ну, такой, как я говорю, натуральный процесс в обществе. Нужно время, нужно лидерство, которое, ну, как Деголь, вот я говорю, что России не повезло в том, что она, когда вот появилась эта ностальгия к имперскому прошлому, вот, уже к концу ельцинского режима, ельцинского периода, вместо Деголь она получила Путина. И Путин начал играть на этих чувствах. А с другой стороны, видим процесс очень тоже, четко можно его видеть, как демократия, права человека, развитие, более нормальное европейское развитие, как она распространяется западных окраин, ближе к центру, ближе, ближе, ну, как бы, идет медленно, хаотично, но идет на восток. И вот, и Балтийские страны, тогда Молдова, Украина, ну, скажем, Кавказ, Грузия со своими проблемами, Армения тоже, опять же, меняется. Вот, Беларусь пыталась, ну, хорошо, там, Лукашенко подавил, но все равно видно, что эти процессы, они идут. Эти процессы, они приведут к тому, что демократия придет и в Россию, и в Беларусь. И в этом плане очень важно то, что сейчас происходит, вот, война против Украины и победа Украины. В этом плане можно открыть очень большие возможности для перемен. К вечеру мы добрались до Вильняус, это такая главная барно-ресторанная улица Вильнюса. Похоже, в общем, на подобные улицы в других европейских городах или на какую-нибудь фешенебельную часть Москвы или Санкт-Петербурга. Много красивых людей, пьют коктейли, курят кальяны, в общем, проводят приятный вечер. Мы сейчас здесь прогуляемся и попробуем поискать еще одно важное национальное литовское блюдо, торт Шакотис. Нет Шакотиса. Сфига. Я искал Шакотис. У тебя есть? Мы тоже не имеем. Почему? Ну, мы покупаем только веганские кеки и Шакотис. Вы можете приготовить веганские Шакотис? Нет? Можно. Хорошо, спасибо. У вас тоже. Пока. Все пошло не по плану. По всему городу ищем Шакотис. На Вильняус не нашли, на соседних улицах не нашли. Пошли в магазин покупать Шакотис. О! Вот, можно маленький Шакотис взять. Блин, я уже сломал это чуть-чуть. Класс. Шакотис. Вот так вот немножко странно выглядит Шакотис. Как какая-то, не знаю, что на елку похожа, мне кажется. Только из теста. Сейчас попробую его развязать. Торт продается практически в любом литовском магазине. Ну, тортом я бы это не назвал. Это такая выпечка. Почему он такой формы странный? Потому что его... Внутри вот он полый. Потому что его выпекают на вертеле. То есть, такое специальное тесто, в котором очень много яйца. Поэтому оно вязкое. Его намазывают на вертел. Начинают этот вертел крутить возле открытого огня. Тесто начинает стекать и запекаться вот такими вот, как бы, веточками. Получается вот такой немножко странный, но, говорят, вкусный торт. Сейчас попробую. Первый раз ем. Да, вкусный. Такой густой, мощный вкус. Всем шакотис, пацаны и девчонки. Ну, вот такой Вильнюс. И вот такая Литва. Мы вам, конечно, показали не все, но кое-что показали. И тут есть плюсы, тут есть минусы. Мне кажется, плюсы сильно перевешивают минусы. Я прожил здесь год и три месяца. И должен сказать, что это очень такая энергичная, очень развитая, очень подходящая для жизни страна. При этом Литва, вот меня сейчас литовцы заругают, конечно, в комментариях. Но все-таки я скажу. Литва, мне кажется, во многом похожа на Россию. Ну, там хотя бы по географии. Климат очень похож. Язык звучит на самом деле похоже. Слова разные, конечно. Алфавит даже разный, да. Но звучание похоже. И люди иногда себя ведут как-то похоже. И, ну, здесь же тоже советское прошлое, да. И поэтому, как бы, вот хард, вот то, что здесь здания, улицы, здесь много всего советского. И это общее с Россией прошлое. Но софт, прошивка, она другая. Литва сменила советскую прошивку на демократическую, на европейскую. И получилось построить очень симпатичное, очень дружелюбное государство. И даже, что важнее, общество. Общество, в котором люди относятся друг к другу, ну, действительно, как человек к человеку. Когда спрашивают про то, как в Литве относятся к россиянам, а про это регулярно спрашивают, я отвечаю, что, ну, литовцы, конечно, знают свою историю. И то, что было в 20 веке, здесь еще долго не забудут. Ну, вы видели, мы прямо на улицах встречали людей, которые депортации помнят. Конечно, это все сказывается. Что еще важнее, люди смотрят на то, что сейчас Россия творит в Украине, пытается творить в других странах. И, конечно, тоже делают выводы. Поэтому отношение к российскому государству, особенно к Владимиру Путину, резко негативное. Отношение к россиянам, ну, как минимум, осторожное. Но с какой-то бытовой русофобией или дискриминацией я здесь за все это время ни разу не сталкивался. Если ведешь себя как нормальный человек, то тебе и относятся как к нормальному человеку, не обращая внимания, какой там у тебя паспорт. Я смотрю на Литву, вот смотрю на это частично совпадающее с Россией прошлое и настоящее, которое разительно отличается от России. И надеюсь, что все-таки наша страна когда-то сможет поменять прошивку. Поменяет советскую прошивку, имперскую прошивку, откажется от своих имперских замашек, от комплексов и тоже построит государство и общество, где люди будут дружелюбны друг к другу, где государство будет для людей, где оно будет служить людям, а не пытаться выжить из этих людей все соки. И надеюсь, что эта обновленная Россия когда-то сможет выстроить и нормальные, здоровые, дружеские отношения со своими соседями, в том числе с Литвой. Небольшой страной, у которой Россия может многому научиться. В общем, Литва, спасибо тебе, ты классная. Ну, правда, литовская кухня может быть немножко не мое. Поставьте лайк, если вам понравилось видео, подписывайтесь на этот канал и становитесь патронами на Бусти или Патреоне. Все ссылки есть в описании видео. На сегодня это все. Удачи, берегите себя, как говорят в Литве. Все, я ухожу в закат.